Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 358. Нас просят упростить выражение. Обратим внимание, что если бы у нас не было переменных х, а были бы числа, мы бы сначала выполняли действия в скобках, а затем мы бы выполняли умножение множителя на значения в скобках, первое и второе, а затем мы бы выполняли с вами вычитание. То же самое здесь. Мы с вами сначала умножаем, поскольку в скобках мы действия произвести не будем, мы с вами будем раскрывать скобки. 7х будем умножать на 2 член х минус 4, а затем 1 член минус х умножать на 2 член 6 минус х. Приводить подобные слагаемые, и таким образом мы упростим выражение. На что стоит обратить внимание? Если перед переменной или перед буквенной частью вы не видите числового коэффициента, стоит знак плюс, то это коэффициент плюс 1. Если стоит минус, то коэффициент минус 1, потому что множитель 1 можно не писать. Если произведение двух чисел и одно из них, один из множителей 1, то произведение равно второму множителю. Если вы не видите показатель степени, то это показатель степени 1. И это все нам пригодится. Итак, 7х умножаем на х. Произнесем так, как будто все стало видимым. И тогда у нас будет 7х в первой степени умножить на 1х в первой степени. 7 умножаем на коэффициент 1, это 7. х в первой степени умножаем на х в первой степени, будет х в квадрате. 7х умножаем на минус 4. 7 умножаем на минус 4, это произведение двух чисел с разными знаками. Результат будет отрицательный, а 7 и 4 в первой степени модуля – 28. И дописываем буквенный множитель х. Теперь обратим внимание, что у нас минус перед х – это не действие, а это коэффициент перед х – минус 1. Поэтому мы минус 1х умножаем на 6. Минус 1 умножаем на 6. В произведении чисел с разными знаками результат отрицательный. 1 умножаем на 6 в произведении модулей – это 6. И дописываем буквенный множитель х. Теперь мы минус 1х умножаем на минус 1х. В произведении чисел минус 1 и минус 1 с одинаковыми знаками, поэтому результат положительный. 1х1 – это 1, можно коэффициент не писать. А х в первой степени умножить на х в первой степени – это будет х в квадрате. Что мы здесь можем сделать? Мы можем с вами подчеркнуть подобные члены. Это те однощины, у которых одинаковая буквенная часть. 7х квадрат и плюс 1х квадрат. Одинаковая буквенная часть х квадрат. Минус 28х и минус 6х. Одинаковая буквенная часть х. Чтобы привести подобные члены, складываем коэффициенты. 7 плюс 1 – это 8. И дописываем буквенную часть, не меняя х квадрат. Минус 28 и минус 6. Сумма двух отрицательных чисел. Результат отрицательный. Ставим знак минус. А теперь складываем модули. К 28 прибавляем 6. Каждый делает это по-разному. Я предлагаю к 28 прибавить 2. Это будет 30. И осталось прибавить еще 4. 34. И дописываем буквенную часть х. Все, мы с вами упростили первое выражение. По цифре 2. Одночлен 5а-б умножаем на двучлен 4а плюс 3б. Для этого сначала перемножаем коэффициенты 5у4 – 20. А умножаем на а. Это будет а в квадрате. И еще b. 5 умножаем… 5а-б умножаем на плюс 3б. 5 умножаем на плюс 3 – это будет плюс 15. А переписываем. b умножаем на b. Это будет b в квадрате. Теперь мы минус 10а в квадрате умножаем на двучлен 2b минус 4. Минус 10 умножаем на 2. Это будет минус 20. А в квадрате переписываем. И b переписываем. Минус 10а в квадрате умножаем на минус 4. Минус 10 умножаем на минус 4. Произведение чисел с одинаковыми знаками – результат положительный. Или многие еще помнят – минус на минус дает плюс. 10 умножаем на 4 – это 40. И дописываем буквенный множитель а в квадрате. Подобными у нас будет 20а в квадрате b и минус 20а в квадрате b. Складываем коэффициенты. 20 и минус 20 – это противоположные числа. Их сумма равна 0. Умножая 0 на буквенную часть а в квадрате b, мы получим 0. Потому что если один из множителей равен 0, то произведение равно 0. Поэтому мы о них говорим, что они взаимно уничтожаются. И у нас остается 15а b в квадрате плюс 40а в квадрате. По цифре 3. Одночлен xy мы умножаем на 2 член 2х минус 11у. Выполняем. Согласно правилу, мы xy, этот одночлен умножим на каждый одночлен в скобках. xy умножаем на 2х, получаем 2х квадрат у. xy умножаем на минус 11у, получаем минус 11ху квадрат. Минус 1х умножаем на 1ху. Минус 1 умножить на плюс 1. Приведение числа с разными знаками, результат отрицательный. Или минус на плюс дает минус. А теперь x умножить на xx в квадрате и умножить на у. Теперь мы минус 1х умножаем на плюс 14у в квадрате. Минус 1 умножаем на плюс 14. Это будет минус 14. И теперь буквенная часть. x умножить на у в квадрате. У нас есть подобные члены. 2х квадрат у и минус х квадрат у. Минус 11ху квадрате и минус 14ху квадрате. Приводим подобные члены, складываем коэффициенты. К 2 прибавляем минус 1. Или от 2 отнимаем 1, это 1. 1 как коэффициент можно не писать. Переписываем только буквенную часть. x квадрат у. Минус 11 и минус 14. Это будет минус 25. Сумма двух отрицательных чисел. Число отрицательное. А модули складываем. К 11 прибавили 14, получили 25. И дописываем буквенную часть. x, y в квадрате. Обратите внимание, что x квадрат у и x, y квадрат – это различные буквенные части. По цифре 4. Сначала мы 1 член 5с в кубе умножим на 2 член 4с минус 3. А затем 1 член минус 2с в квадрате умножим на 2 член 8с в квадрате минус 12. Итак, 5с в кубе умножаем на 4с. 5 умножаем на 4, 20. С в кубе умножаем на с в первой степени. Это будет с в четвертой степени. 5 умножаем на минус 3. Произведение чисел с разными знаками. Результат отрицательный. 5 у 3, 15. И дописываем буквенный множитель с в кубе. Минус 2с в квадрате умножаем на 8с в квадрате. Минус 2 умножаем на 8. Будет минус 16. С в квадрате умножаем на с в квадрате. Основание переписываем. Показатели складываем. 2 плюс 2, 4. Минус 2с в квадрате умножаем на минус 12. Минус 2 умножаем на минус 12. Будет плюс 24. И дописываем буквенный множитель с в квадрате. Итак, подобными у нас являются 20с в четвертой и минус 16с в четвертой. У них одинаковая буквенная часть с в четвертой степени. От 20 вычитаем 16. 15 это 4. Дописываем буквенную часть с в четвертой. И переписываем все остальное. Минус 15с в кубе. И плюс 24с в квадрат. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok